Я вам хочу рассказать, Леночка, такую интересную подробность. Приличные девочки трусиков не носили. В 18 веке балом правило грудь. Секс необходим, чтобы были продажи. Как ходячая реклама бренда. Лен, вы любите носить обувь на обосу ногу? А локти румянили? Длинные волосы — это признак отсутствия ума. Ничто не красит женщину так, как перекись водорода. Всем привет, с вами Елена Кирсанова. И у нас стал вопрос про моду и секс, а также, как куртизанки повлияли на сексуальность в образах женщин. Например, Коко Шанель симпатизировала куртизанкам. И, как говорила она, они очаровывали своей яркой косметикой, большущими шляпами, от них пахло чистотой. Да и сама Коко была содержанкой многих влиятельных мужчин. Ее взгляд на стиль и сексуальность женщин изменил мир моды. А как же до сих пор женщины и мужчины подчеркивают свою привлекательность и манкость, узнаем сегодня. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Руслан Микранов, историк моды и преподаватель МХПИ. Добрый день! Очень рада, что пришли. Спасибо. И я считаю, что у нас очень интересная такая жгучая страстная тема про то, как мода и секс связаны. И давайте начнем с вами с того, вот что пришло в моду такого, что, в принципе, было неприличным раньше. Вы знаете, хотите верьте, хотите нет, но в 17-18 веке приличные девочки трусиков не носили. Начнем с этого. Да, вот вы знаете, что вы, например, подумаете сейчас о вашей подруге Зине или Зое, если вы узнаете, что она не носит нижнего белья. Дело в том, что изначально панталоны облюбовали куртизанки и актрисы. Вообще во Франции было даже такое понятие панталоны предосторожности. Раньше сцена в театре, да и сейчас тоже, под наклоном. Они были на платформе, когда играли. И, соответственно, платья были объемные. Иногда актрисы падали, переворачивались. И во Франции Людовик XIV ввел в моду панталоны предосторожности. Полицейские специально. Они следили, когда дама поднималась на сцену, что у нее обязательно должны быть панталоны. Потому что, не дай бог, весь свет увидит, что у нее под юбкой. И внимание будет отвлечено. И все будут смотреть уже не на короля Людовика XIV, а на эту актрису. Часто актрисы куртизанили. То есть подрабатывали. И, соответственно, девушки из приличного общества, они не могли опуститься до того, чтобы просто носить нижнее белье. Долгое время это было табу. И в XVIII веке, вот здесь можно интересную тему такую коснуться. Почему часто на картинах XVIII века, например, появляются качели? Девушку раскачивают на качелях. Мы иногда ходим по картинам галереи, мы думаем, как они романтично жили, как у них все так романтично. А у нас все здесь вот так вот, все пошло уже. А такого раньше никогда не было. Так вот, обычно мужчина заказывал, допустим, свою любовницу, чтобы ее кто-то раскачал на качелях. Например, самый такой яркий пример, это картина Фрагонара «Счастливые возможности качелей». Когда аббат, видимо, ему хорошо заплатили, он раскачивает любовницу с такой силой, что у нее даже маленькая туфля-мюля улетает в порыве. А мужчина смотрит ей под юбку, потому что все, что было выше подвязки для мужчин, являлось сплошным полем для завоевания. Потому что дамы не носили никаких панталон. И, например, мы можем увидеть в фильме «Амадеус» Милоша Формана, когда дама переворачивается, там видны белые панталоны. Ну, такого быть не может, не носили. Стали носить в начале XIX века, вот первые попытки были, просто Лев Николаевич Толстой в «Войне и мир» не написал, что именно в этот период стали носить панталоны. А это будет связано с изменением фасона платья. Поскольку линия талии будет ампирной, платья очень часто будут просвечивающие, то это способствовало хоть как-то прикрыться. Вообще в то время говорили, что единственное, что заставляет в начале XIX века даму краснеть, это ее розовые чулки. При этом интересно, что в XVIII веке мужчины, вот как доказать, что он соблазнил какую-то женщину? Надо же похвастаться всем, да? Сейчас у нас это может быть переписка. Вы вообще не ведитесь дамы на переписку. Иногда мужчины-провокаторы вам напишут что-то, вы им фотографию вышлите, а потом это является доказательством. Но как раньше доказывали подвязки, дамы на подвязках писали различные лозунги. Например, на левой, если вы поднялись столь высоко, на правой, почему бы вам не подняться еще выше? Вот так вот. И если у мужчины есть эта подвязка, он, соответственно, предъявляет ребятам на дворе доказательство, что он соблазнил такую-то или такую-то даму. Так сейчас ведь эта подвязка ассоциируется с тем, что невеста вот замуж выходит. Просто о времена, о нравы. Мы живем в такое время, когда ну вот так вот выделено. Кстати, вы знаете, например, в 17 веке вместо букета цветов вообще на свадьбе бросали чулки вообще. Вот жених и невеста, они должны, они лежат в кровати, и их знакомые садятся на край кровати. И надо было бросать вот эти вот чулки. Если ты попадешь на голову жениха или невесты, значит, будет тебе удача. Вот это традиция. Вот такая вот была традиция, да. Причем, вы знаете, мужчина, например, вот самая сексуальная часть мужского тела какая была? Для всех женщин. Вот они просто с ума сходили. Вы не поверите, это икра мужская. Да, и мужчина должна была выглядеть, как у Брэда Питта в фильме «Трое». Хотите верьте, хотите нет. У него тоже, кстати, подкладные были, так что не переживайте, наши зрители. И в 18 веке мужчины подкладывали ватку, например, чтобы изменить форму икры. Вот иногда другие модники втыкали им вилку в икру, и они даже ничего не чувствовали, они проходили вот так вот, оставались, потом им вытаскивали. Панталоны появляются постепенно в 19 веке. Вы знаете, я читал письмо одной девушке, ей было 20 лет, и вот до 20 лет она была чистой и невинной, и не носила никаких трусов. У нее не было вот, ну вот, чистота полная. И тут в 20 лет вот она записала письмо, она написала его 50 лет спустя, потому что она была в таком шоке от этого, что она первый раз попробовала, и она, как помню, процитирую, что кружева стоили по 6 шиллингов за ярд. И я очень стеснялась, потому что, не дай бог, кто-нибудь узнает, что я сейчас в этих панталонах. Причем первые панталоны не сшивали, левая и правая были раздельные. И вот она по ходу движения, знаете, у нее случился такой казус. Левая панталонина стала сползать, и она ускорилась на улице, потеряла на ходу левую половинку своих трусов, убежала с места преступления. Город был провинциальный, маленький, я ничего не придумываю, это все задокументировано. А она на следующей неделе приходит, вот женский кружок такой, и тут она видит, что кружева с ее панталониной на платье ее подруги. Вот так вот. Одна, получается, потеряла, а другая подумала, ну зачем добро пропадать? И взяла, сшила и себе на плаще. Столько же денег стоит. Вот так, вот это дорого, получается, было. Панталоны постепенно входили в моду в 19 веке, причем они были белые первоначально. Белые, чистота, невинность. И, как правило, всегда был разрез. Вот вы не задавались вопросом, почему так мужчинам, например, было интересно смотреть на танец кан-кан? Уже подозреваем. Потому что там был разрез, но актриса, она могла играться, она могла выйти в этот номер, у нее были панталоны с разрезом, а второй номер, например, без разреза. То есть те, кто сидел на вип-местах, у них был самый лучший обзор, вот так вот. А что дальше было именно с историей нижнего белья? Как вот сейчас мы пришли к тому, что девушки там, не знаю, 90% носят стринги? Ой, вы знаете, это, наверное, причина глобального потепления. Ну, конечно же, все это началось после сексуальной революции. Вы знаете, если вы посмотрите, например, на купальники 50-х годов, то они вообще напоминают платье. Когда появилась первая бикини, она появилась в 46-м году, вы знаете, что, кстати, с микроиндонезийского слово бикини переводится как дурно пахнущее место или вонючка. Именно там американцы испытали взрыв атомной бомбы. Так вот, и первое бикини было с газетным принтом. Оно словно символизировало взрыв в прессе. И в 50-е годы за бикини, например, штрафовали. А в 60-е на волне сексуальной революции появились противозачаточные пилюли. Что помогло сделать сексуальную революцию, что позволило женщинам носить мини-юбки противозачаточные пилюли. Поменялось общество, появились группы Битлз, Роллинг Стоунс, разрушился единый силуэт в моде. Старое общество ушло и появилось новое. Начало 70-х. Входят фильмы Эммануэль, скандалы, свободная любовь. О Спиде еще никто не слышал. Он в 80-е годы. Вообще появляется даже такое понятие монокини. Это купальник Топлис. Его придумал американский дизайнер Руди Гейнрих. Но он не прижился. Предпочитали вообще просто не носить верх. Просто одни трусики. И постепенно, вы знаете, все в моде уже придумали. Это сказал еще Диор в 50-е годы. Он сказал, мы никогда ничего не изобретаем, мы всегда что-то заимствуем. Секс необходим, чтобы были продажи. Одним из первых это почувствовал, например, Джанни Версачи. В 80-е, 90-е годы он понимает, чтобы были продажи, нужен, например, женскую одежду продавать. Нужен голый мужчина. Чтобы мужскую одежду, голая женщина. Потом эту тематику после Версачи подхватывает Том Форд. Вот. Том Форд для Гуччи. У него секс будет буквально витать в воздухе. Вы знаете, он даже говорил, может быть, это просто чисто пиар-ход был, что его знаменитые фотосессии, например, Марио Тестина, который проводил, что они приглашали даже порно-актеров, чтобы те рядом занимались сексом, чтобы энергия секса переходила на съемку. Вы представляете? Вот есть даже такая скандальная фотосессия 2003 года. Связана она с логотипом. С логотипом, когда Том Форд берет бритвенную машинку и выбривает логотип Гуччи на том месте, которое не принято показывать. А, я видела, да. Вот. И это было словно... В Англии запретили эту рекламу. Марио Тестина создавал уникальные фотосессии для Тома Форда, чтобы, ну, можно так сказать, они решили продавать не просто секс, а гламурный, дорогой секс. Когда девушка при просмотре журнала, она хочет стать частью этой тусовки. Или мужчина, например. И если у тебя будет одежда Гуччи, ты попадаешь в эту модную... Ну, как сообщество. Тусовка, да. Ты становишься частью сообщества. Ты должен купить обязательно Гуччи, и тогда у тебя будет счастье. Она тоже один из основных инстинктов, да? Да. Секс, он помогает продавать. Это все началось после сексуальной революции с конца 60-х. Вот, например, если мы смотрим на фотосессии 50-х, там сплошно романтика. Шляпки, кабриолеты. Нигде не видно волосатой мужской руки. Конец 60-х мужчина-зверь вторгается в кадр, и прям 70-е годы сексуальность, можно сказать, дизайнеры, они идут на поводу у потребителей. Они предлагают нам то, что мы хотим. А до этого никогда так не было открыто. Это вот, получается, 70-е, 80-е, особенно 90-е, нулевые, когда вот секс прям просто очень хорошо продает. Особенно вот, например, в 90-е годы нижнее белье было популярно Кельвин Кляйн. Вы знаете, дочка Кельвина Кляйна говорила, каждый раз, когда я знакомлюсь с очередным парнем, первое, что я вижу, это имя своего папы у него на трусах. Да, странная ситуация. Мне кажется, это приятно, да, когда отец всегда рядом. Понимаете, он полностью контролирует дочь. Это же такое счастье, да? Ну, то есть всегда сексуальность и секс помогало моде, так скажем, продвинуть свой товар. А вот женщины зачем этим пользуются? Ну, например, вот сейчас, чтобы так прибавить сексуальности, да, женщина надевает там шпильку. Да. Это такой символ сексуальности. А как это было раньше? Здесь мне, знаете, вспомнилась фраза культового фотографа, я его обожаю, это Хельмута Ньютона. Он всегда делал черно-белые фотографии сексуальную женщину. И он считал, что шпилька это важная составляющая сексуальности. Это такой фетиш прям. Он говорил, если женщина придет на пляж в шлепанцах, на нее не будут обращать внимания, но если она придет на пляж на высокой шпильке, все сразу поворачивают головы. Ну, естественно. Да, для женщин это было всегда важно занять лучшее место, можно сказать, под солнцем, найти жениха, познакомиться. Например, в 18 веке балом правила грудь. Красивая, хорошо сложная. Она могла взбудоражить воображение молодого и даже пожилого человека. Вот, например, фильм «Опасные связи». Джон Малкович, Глен Клоус, закулисные игры, корсет специально утягивали так, чтобы приподнять круть. Я знаю, что даже задыхались. Да. А вы знаете, что заострение на корсаже вот женского платья в 18 веке, знаете, как оно называлось? «Путеводитель в долину радости». Она четко указывала, куда нужно двигаться мужчине. Вот так вот. Или вообще был язык мушек. Кстати, слово «имидж» происходит от слова «мидж-мушка». Первоначально они для чего служили? Чтобы прикрыть только что вскочивший прыщик. Потом они получили название «пластырь красоты». И, например, зарождается язык мушек, который будут знать мужчины. Ну, например, «Около глаза страстная», «На носу нахалка», «Около губ охотница до поцелуев». А если, например, «мушка в виде луны» как-то вырезана, это значит «свидание ночью» там в саду. А если карета, например, «давай сбежим». «Сбежим в ночи». Нельзя было просто по ватсапу, знаете, на балу написать «давай выйдем в сад». Не получится. Да, тут сразу понятно. Поэтому мушки гуляли у женщин в течение всего бала. Там любовные записки передавали. И вот я вам хочу рассказать, Леночка, такую интересную подробность. Вот когда вы соберетесь на бал, или наши зрительницы соберутся на бал, вот чтобы быть в тренде, надо обязательно, чтобы на платье были примятые банты. Знаете почему? Чтобы создать интригу, что вы там в саду обнимались с Джонни Деппом или Брэдом Питтом, но никто не знает, не видел, понимаете? И тут вы впорхнули на вечеринку женскую, получается, и у вас все мятое платье. А, например, в 20 веке, в 20-е годы, самые-таки отчаянные модницы, тусовщицы, когда как раз появилось электричество, они ходили всю ночь на вечеринки, они румянили колени. Только колени. Я даже не знаю, будем ли мы отвечать на этот вопрос вообще? Что это значит? Что это значит, да? Вы знаете, мне даже вот одна слушательница спросила, а локти румянили? Ну, я сказал, ну, это в зависимости от того, как это было, да? Вот. Всю ночь ходили на дискотеки, танцевали, веселились. Знаете, еще один очень интересный факт, вот в романах это тоже не написали, Лев Николаевич Толстой не указал как раз, что в период эпохи ампира в моду вошла восковая грудь. Хотите верьте, хотите нет. Это как? А вот на балы, например, создавали муляж такой из воска и крепили его. Это для тех девушек, у кого грудь там, не знаю, там первого размера, да? Да, у кого, как говорят врачи, такую грудь не надо показывать, а сидеть дома и зеленкой прижигать, скажем так, да? И вот, получается, с воском ходили на балы и подрисовывались там голубоватые прожилки, чтобы обмануть, что грудь настоящая. Туда еще пружинку между вашей и искусственной вставляли, чтобы колыхалось. Но вот здесь была опасность. Что происходит с воском на балах? Они танцевали, да? Когда горят свечи. Кондиционера не было. То есть нужно было убежать с бала, как золушка, пока ваша грудь не растает. Вот так вот. То есть вот такая вот была эпоха пикантности. Это, опять же, вот про такую зацикленность на груди, да, и что она всегда ценилась. Вот пока мы не ушли с темы груди... Кардашьянов не было тогда просто. А, да. Все было скрыто. Кстати, они ведь, да, нам тоже задают тренды сейчас. Семья Кардашьян. Знаете, импланты в ягодицы, в грудь также. И вот что изменилось, когда к нам в жизнь пришел пуш-ап вот тоже? Когда к нам... Ну, смотрите, он... Здесь стоит вообще поговорить, что в 40-е годы, в 40-е годы 20-го века в моду вошел конусообразный такой бюстгалтер, который получил название пуля или снаряд. Вот как у Мэрлин Монро. Дело в том, что в 50-е годы в моде была тонкая талия, объемная грудь и, скажем так, бедра. Это Софи Лорен, Джина Лавриджида, Мэрлин Монро. И таких девушек даже будут назвать девушка в свитере. А потом это заново введет в моду Жан-Поль Готье, знаменитый концертный тур Мадонны 90-го года, когда она появляется в таком неглиже, конусообразное такое. Ну, вы знаете, если раньше, например, балом только правило грудь, то по мере того, как в 20-м веке мы обнажались больше и больше, то акценты перемещались с груди на бедра, на ягодицы. И, например, семейство Кардашьяна это прям культивировало, скажем так. Давайте с вами поговорим о волосах и как женщины тоже транслировали свою сексуальность и хотели быть более сексуальными с помощью волос. Ну, например, сейчас можно сделать все, что угодно. Ламинирование, выпрямить, сделать кудрявыми, покрасить. Раньше же этого не было. Вот как женщины? Ну, вот смотрите, если мы рассматриваем начало 20-го века, вообще сексуальность подчеркивалась длинными волосами. Например, в 1900-е, 910-е, 20-е годы в моде были брюнетки. И до Первой мировой войны вообще всегда были прически. Стрижки, можно сказать, появились с 20-х годов. Тогда же появилась каре. Если брать историю, в 17-е, 18-е, 19-е век вплоть до Первой мировой войны всегда были прически. И, как правило, были длинные волосы. Коротко стриженная девушка, она могла ассоциироваться с переболевшей тифом, во-первых. А во-вторых, наверное, вы знаете, иногда даже некоторые историки говорят о том, что, что же сдерживало женщину в тисках. Ведь те, кто интересовался модой, как правило, у них не было высшего образования, они не имели права голоса, женщина была не эмансипирована. Так вот, что ее сдерживало? Это корсет, это как тиски, плюс длинные волосы. Иногда, я даже видел энциклопедии, там говорилось о том, что длинные волосы это признак отсутствия ума. И постоянно показывалось превосходство мужчины над превосходством женщины. И Первая мировая война, она заставила кардинально поменяться. Почему женщины стали состригать волосы? Это не Коко Шанель. Тем, что сожгла свои волосы, она состригла, и все сразу подстриглись. Это Первая мировая война, которая привела к тому, что нет шампуня, нет горячей, холодной воды, перебои. А с другой стороны, сидели в госпитале с ранеными, а там были запрещены длинные волосы. Это заставляет женщин состригать волосы. Плюс открыли гробницу Тутанхамона в 1922 году, и в моду войдет каре. Потому что это платок сфинкса. Это парики древних египтян. В моде все так же будут брюнетки, потому что черно-белое кино. Потому что черно-белый... Грим тогда, это мейкап, это копия киногрима. То, что предлагал Макс Фактор в Голливуде. И почему подчеркивали, например, глаза, в 20-е годы. Потому что кино-то было немое, но надо было передать мимику, надо было передать игру. И у них было просто... Это ярко, да? Подчеркиваю. Да, ярко. Кстати, например, Макс Фактор даже выпускал губную помаду черную. И некоторые думали, что так оно и должно быть. Хотя... Так же любили красную губную помаду. А, например, 30-е годы в моду войдут блондинки, потому что появилась перекись водорода. Вы знаете, в СССР даже говорили, ничто не красит женщину так, как перекись водорода. Вот так вот. В разные времена по-разному считывалась сексуальность. Например, часто, да, слышал, что, ой, блондинки там самые сексуальные. Или наоборот, брюнетки. Зависит от времени. Это зависело от времени. Потому что, вот смотрите, например, брюнетка в 20-е годы, она считалась именно роковой женщиной. Почему она ценилась... Вот именно ценились брюнетки, потому что на черно-белой пленке именно брюнетка смотрелась более роковой женщиной, которая придет к вам, выпьет всю вашу кровь. Чтобы она сразу не улетела к другому мужчине, надо подарить ей драгоценности. Это будет ее приземлять. Женщина вамп, можно так сказать, образ. Пленка была нечувствительна к нюансам цвета. И блондинка, например, в 20-е годы, она не смотрелась так ярко и так не выделялась, как брюнетка в этом плане. Не цепляла, да? Да, не цепляла. Хотя здесь нам зрители могут задать вопрос, а как же, например, Марлен Дитрих, которая была блондинкой, тоже было черно-белое кино. А дело в том, что когда пришла слава к Марлен Дитриху, а это будут 30-е годы, в кино появился звук. Они брали уже колосом. И с другой стороны, например, в 29-м году случилась Великая Американская депрессия. Экономика рушится. Кого стали обвинять? Женщин, конечно. Этих коварных брюнеток. Поэтому многие стали перекрашиваться, например, в блондинок. Потому что кто может подумать, что блондинка может сделать что-то плохое? Блондинка – это солнце буквально. Отсюда стереотипы. Да. Вот прям она ничего не может такого плохого сделать. И даже говорили, у каждого должно быть, у каждого мужчины должно быть что-то светлое в жизни. Например, блондинка в 30-е годы. Каждая эпоха. Вообще мода была очень часто связана с политикой, с теми глобальными переменами, которые происходили в обществе. Например, человек полетел в космос. Это ввело в моду серебристые, золотистые, серебристые, белые цвета. И даже купальники Пака Рабан предлагал металлические тоже серебристые. Сегодня я в серебристом. Тренд на серебрист. Вот. Но это периодически входит в моду. Отлично. Хорошо, давайте с вами поговорим про куртизанок и как они изменили мир моды. Куртизанки это своеобразные супермодели того времени. Если мы рассматриваем французских куртизанок, то их появление связано во многом с развитием буржуазии во Франции. И начиная с середины 19 века они во многом диктовали моду. Их называли дамы полусвета. Например, их хорошо описал Аннари де Бальзак блеск и нищета куртизанок. Александр Дюма сын, который доказал, что не хуже отца дама с камелиями. И вот здесь очень интересный момент возникает. Вот дама с камелиями. Скажите мне, пожалуйста, белая камелия это символ какого дома? Я знаю. Давайте попросим наших зрителей ответить. Да. Какого же это модного дома? Конечно же Шанель. Шанель. И на нынешние модницы они ходят, например, с сумочками Шанель, где есть, допустим, белая камелия. Но ведь это был всегда цветок куртизанок. Вы скажете, как так вообще? И когда девушка, вот, например, Бальзак описывал, она украшала волосы белыми камелиями, значит, она шла на работу. Она искала клиента, понимаете, в Булонском лесу. И как раз куртизанки носили эти белые камелии. Просто Карл Герфельд гениально сделал. Он взял все это из жизни Коко Шанель и преподнесся нам совершенно по другим соусам. Современные девушки вообще не задумываются. Люди об этом, да, они не помнят уже. Но вы знаете, много вещей есть, о которых мы не задумываемся. Например, в соцсетях был очень популярен одно время такой хэштег follow me. Помните, следуй за мной, и мы видим Мальдивы, рука мужская, но мужчину мы не видим, он всегда за кадром, это тайна, да, и куда-то девушка бежит, белый песок. Совершенно забавно, когда я увидел follow me, так это писали греческие куртизанки на подошве, вырезали на дереве. Для чего? Ну просто нельзя было в Древней Греции разбросать... Соцсетей не было. Соцсетей, да, нельзя там поставить статус в поиске, да, нельзя было просто разбросать как в Дубае визитки даже, да, поэтому как найти клиента, как завлечь мужчину? Они писали, вырезали на подошве следуй за мной, и так мужчины находили публичные дома. Да, вообще мир куртизанок будет тесно связан с фэшн-индустрией. Вот, кстати, от куртизанок нам пришло именно носить такие большие объемные украшения, чтобы все видели, что я статусная. Вы знаете, в частности, именно куртизанки носили большие бриллианты, они носили их круглосуточно, если приличные, ведь бриллианты это вечерний камень, приличные девушки носили вечером, а куртизанки носили круглосуточно. Куртизанок еще называли большими горизонталками, то есть те, которые в горизонтальном положении зарабатывали больше. Именно куртизанки заставили перестать бояться женщин сочетать лимонно-желтый с яблочно-зеленым, например, красить волосы в томатный цвет во Франции. Нужно понимать, что мода Российской империи тогда развивалась вместе с Европой, и с куртизанками было принято дружить, за спиной говорить гадости. Если бы они жили в наше время, то у них было, наверное, по миллиону подписчиков в Инстаграме. Это знаменитые дивы. Клео Домирот, например, французская балерина. Это Лина Кавальери, итальянская оперная дива. У них очень часто были романы с русскими князьями. Им дарили потрясающие украшения. И портные им давали платья бесплатно, чтобы те выгуливали на скачках, например. Вот раньше, где мода представлялась? Ни в витрии, ни в магазинах. Она выставлялась на скачках, потому что все писали, они знали, все пишут про эту куртизанку. И, соответственно, им бесплатно портные давали. Те выгуливают. Загар, кстати, был не в моде абсолютно. Загар этого делал только простолюдинов был до Первой мировой войны. Если загорело, значит, в поле где-то работало, а не на моде. Сейчас у нас наоборот. А сейчас это статусность. Загорелая, значит... Статусность. Вот когда загар вошел в моду, это 20-е годы, 20-го века, тогда же в моду вошли оплачиваемые отпуска. Вот когда они появились? В 20-е годы. Именно тогда и зарождается понятие курортного романа. В 20-е... Вот важно же перед летом нам знать, когда зародился курортный роман. Именно в 20-е годы 20-го века. Вот. Давайте вот еще поговорим интересная тема, как женщины устраняли конкуренток с помощью одежды. Да. Вот смотрите. Это интересная вообще тема. Ну, например, подруга могла узнать, что у вас такое-то, такое-то платье. Она вас приглашает на вечеринку к себе и делает обивку своего дивана в цвет вашего платья, чтобы вы просто сели и растворились. Обалдеть. Я уверен, что наши зрители такого повторять не будут. Мы же все правильные, да? Так вот. А, например, еще был такой способ пригласить также на вечеринку и свою служанку переодеть в точно такое же платье, что тем самым подчеркнуть... Прямо такое унижение. Да. Сказать, ну как вообще? У меня здесь служанка на кухне уже три недели в таком платье работает, а ты думаешь, ты пришла в новинки? Как бы не так вот. Понимаете, вот такие вот были различные удары, колкости. Причем кортизанки именно обожали массивные украшения. В продолжении вот темы хочу сказать. Большие бриллианты, которые в шутку назвали пробками от графинов. Гигантские просто. И во Франции есть потрясающий ресторан La Perouse рядом с Нотр-Дамом. Ему 250 лет. Туда герои Ремарка бегали даже покупать шампанское. И в этом ресторане все зеркала царапанные. Там в вип-комнатах приват, где уединялись олигархи и куртизанки, приносили большие бриллианты в честь, скажем так, чтобы дама проявила благосклонность к мужчине. Но прежде чем проявить эту благосклонность, девушка должна была убедиться, что это все настоящее. Она брала бриллиант, подходила к зеркалу, гранью проводила. Если это было стекло, оно сыпалось. Все вы знаете, как выглядит женщина в гневе. Мне не могу объяснить, да? Там узкая винтовая лестница, мужчина бежал, ломая ноги. Если это был настоящий бриллиант, он, соответственно, оставлял царапину. Вообще, на первом этаже в этом ресторане я даже обнаружил надпись на английском «Слишком поздно, чтобы уходить». Кто-то из девушек написал. Это единственный ресторан в мире, где зеркала до сих пор царапаны в память о куртизанках. И там висит портрет знаменитой куртизанки Клео Домирот рядом с Александром Дюма отцом. Все они посещали этот ресторан. Стоит мне туда сходить? Обязательно. Но надо сначала рассказать вот эту вот красивую историю про бриллианты вашим поклонникам, чтобы они подготовились, соответственно. Хорошо. Есть еще один вопрос про то, что сейчас наблюдают, что женщины больше одеваются в такую мужскую одежду и делают ее сексуальной. Вот с чего это началось? Это началось с женской эмансипации. Это началось с 20-х годов 20-го века активно, когда женщина хочет показать, что она ничем не хуже, чем мужчина. Вот смотрите, неправильно говорить, что Куку Шанель вообще создала там женские брюки или там распространила на них моду. Она дома ходила и на пляжах ходила. Крой женских брюк придумал Ив Сен-Лоран уже в 60-е годы. Но были так называемые травести... Были женщины, которые переодевались в мужчину. Марлен Дитрих, например. Ярко выраженная мэнсипэс, сильная женщина. Она носила фраки мужские, она носила мужские костюмы. Со своими любовниками приезжала в магазины и выбирала брюки. Вообще, мужчины всегда боялись, что женщины узурпируют мужскую одежду. Вы знаете, что во Франции только в 2013 году официально разрешили носить брюки. 2013? Да. До этого существовал закон с 1800-го по 2013-й. Брюки были запрещены. Часто, как вы одеты, это связано с вашим полом. Если вы одеты как мужчина, значит, вы мужчина. Если как женщина, значит, вы женщина. Были запрещены переодевания. Могли прятаться преступники. Но в связи с женской эмансипацией, 20-е, 30-е годы, женщинам хотелось показать, что они ничем не хуже, чем мужчины. Они предпочитали мужскую одежду, но боролись еще. Окончательно мужская одежда вошла в женский гардероб благодаря, можно сказать, двум мировым войнам. Особенно Второй мировой войне, когда женщины пошли работать на производство и уже носили брюки, потому что это удобно было. Потом уже, когда конец 60-х, начало 70-х, тот же Ивсен Лоран, он предлагал такие скандальные коллекции, когда женщины уже выглядели как мужчины, что она может быть боссом. Он показывал словно изменение роли в обществе. Но сейчас все же я вижу, что в этой брючной одежде именно очень много сексуальности делают укороченные пиджаки, либо брючки со сниженной талией, либо уже с кружевами. Да, очень. Вы знаете, дизайнеры играются, но нельзя сказать, что этого никогда в моде не было. Это в моде цикличность определенная. Вот здесь мы можем, кстати, затронуть очень интересный такой момент, так называемую ямочку. Это вот брюки с сильно заниженной линией талии. И сзади нам показывают вот эту маленькую ямочку, я называю ее копилочка. Вот копилочка. То, что предлагал, например, Маквин в 90-е годы. Он говорил, я вдохновлялся строителями. Мы наверняка летом увидим, когда мы будем стоять в пробке, что строитель на обочине просто нагнулся и показывает нам вот эту вот копилочку. И это прям невероятно сексуально, если смотреть на женские образы. И культивировано это было в знаменитом фильме с Пьером Ришаром, высокий блондин в черном ботинке, знаменитое платье культовой Мерей Дарк, где она появляется в этом платье, и режиссер говорит, не предупреждайте Пьера Ришара, что Мерей Дарк сейчас повернется, и мы увидим вот эту вот копилочку сзади. И его реакция в фильме, это настоящая реакция, когда он видит это впервые, вот так вот, он удивлен, но ввел это в моду и в Сен-Лоран. А насколько это вот сохранилось, надолго ли? Ну, думаю, что сейчас вот никто так не ходит, чтобы с копилочкой, например, женщина была. Нет, я вам скажу, вот обложка журнала ВОК, Россия, когда он был, в 2021 году даже выпустила обложку, где показана вот эта вот копилочка, заниженная линия колготок. Или, например, некоторые фирмы, они выпускают такие комбинезоны, даже для мужчин выпускают. И на подиуме это периодически появляется вот с этими копилочками. Вот. А ввел это впервые и в Сен-Лоран. В 71-м году, а потом Гиля Рош в фильме «Высокий блондин в черном ботинке» просто создал платье для Мерей Дарк вот с такой вот обнаженной спиной, акцентировав внимание на этой копилочке. А какая-то история у этого тоже есть, что женщины, например, оголяли спину, и в этом тоже был подтекст. Смотрите, впервые оголение спины началось в 20-е годы 20-го века, потому что ушел корсет. До этого периода всегда был корсет, и невозможно было увидеть спину. Но в 20-е годы начинают, появляются две эрогенные женские зоны, которые позволяли соблазнять мужчин. ведь шла борьба за самых лучших. После ПЕ, почему мода 20-го века развивалась, связана с недостатком мужчин. Тема больная, да? Извините, наши зрители, что мы затрагиваем эту тему, но придется. Она часто обсуждаемая. Вот, это обсуждаемая, это насущная тематика, потому что Первая мировая война уничтожила целый пласт мужчин в Европе. Корсет выбросили на помойку, потому что женщина пошла работать. Оголились колени, она их румянит, например. Спина обнаженная, причем загар вошел в моду. Вы знаете, что, например, на загорелой коже жемчуг смотрелся очень сексуально, они даже акцентировали внимание, они носили какие-то украшения именно на спине с акцентом, там, с кисточками, например. Причем, у кого не получалось загорать, они принимали ванны из раствора йода, чтобы кожа приобретала красновато-коричневый оттенок. Вот так. Как сейчас, есть автозагары. Да. Почти то же самое. Вот, и спина, она была обнаженной в 20-е годы. Просто потом, в начале 30-х годов, например, связан с Великой Американской депрессией, спина закроется, опять, мода всегда идет от противоположного, скажем так. Если в моде Макси, там дальше будет уже мини, допустим, или миди. Всегда это... Ну вот то, что сейчас у нас ведь идет тренд, например, на вроде бы откровенную сексуальность где-то, да, например, там голые платья, сетки, но еще и, например, там оверсайз. Вот как вы видите, как это сочетается? Это никак не сочетается, это предлагается просто разным потребителям, чтобы просто увеличить продаж. Продажа. Нас дизайнеры, в частности, вот эти вот корпорации, они нас прощупывают. Если продается многослойность, она будет еще два-три года в тренде, такой макси-тренд. Если продается прозрачность, ну, знаете, прозрачность может быть разной. Например, такая лояльная, как в коллекциях Versace, когда грудь, например, закрытая, например, руки открытые, рукава открытые, вот. А у того же Ивсен Лоран, например, прозрачность полная в коллекциях. Кстати, именно тренд на прозрачность, вот на такую сексуальность откровенную, задает Ивсен Лоран. А это появилось еще в 68-м году, вот эта вот прозрачность. Это не мода нынешнего сезона, она просто циклична. Он создает прозрачную блузу. В ответ на что? В ответ на студенческие бунты в Париже в 68-м году, когда были баррикады, когда шла акция против войны во Вьетнаме, когда студенты хотели, чтобы разрушился этот мир, чтобы женщины получили права, там, право на образование, участвовать, допустим, с бостонским марафоном. А Ивсен Лоран, как ему ответить на это? Вот он тоже взял и показал вот такую прозрачную сексуальность. И создает прозрачные блузы. А как это еще связано с Мэрилиной Монроу? У нее же было ее там культовое голое платье. Это голое платье появилось раньше. Это голое платье появилось, она появляется в нем на дне рождения Джона Фри Джерара Кеннеди. Но впервые тренд на голое платье создала, задала не Мэрилин Монроу. Это сделала знаменитая актриса Мэй Уэст 30-х годов, которую даже посадили в тюрьму. Знаете, она подняла свой уровень соцсетей в 30-е годы невероятно до небес после того, как отсидела в тюрьме. Знаете, за что ее посадили? У нее были одни из самых провокационных подвязок. Она выходила на сцену казино Лас-Вегаса, у нее на левой подвязке было написано Рождество, а на правый Новый год. Она широко расставляла ноги и в мужской зрительный зал кричала «Мальчики, посетите меня между двумя этими праздниками». Ее посадили в тюрьму, да. Мэй Уэст. Вы ее можете увидеть, вот знаете, как увидеть, ее обожал Сальвадор Дали, он считал, что губы Мэй Уэст самые сексуальные, и он создал диван в виде губ. А помните потрясающий фильм «Дом Гуччи»? Да, я не знаю, смотрел. Там, когда главный актер изменяет Леди Гаги. Мы после фильма знаем, что Леди Гаги изменять нельзя. И сцену измены показывают на диване в виде губ Мэй Уэст. Если уж изменить, то изменить красиво, понимаете, преподнести. И вот она одна из самых провокационных сексуальных актрис была 30-х годов. Именно у нее появляется платье обнаженное. Причем у нее был невысокий рост, если мне не изменяет память, метр пятьдесят пять, по-моему. И у нее была платформа 20 сантиметров. И вот она носила вот это обнаженное платье. Она была одной из первых блондинок Голливуда в 30-е годы. Просто забыли мы вот так вот. И, например, как она повлияла на моду тоже Мэй Уэст? У Скиапарелли появились духи в виде бюста Мэй Уэст. Вот знаменитый бюст, который потом скопировал Жан-Поль Готье. Почему появились духи в виде бюста Мэй Уэст? Она не могла прилететь из Америки на примерке к Скиапарелли и отправила гипсовый слепок с его бюста. Та на Вандомской площади открыла ящик, увидела вот этот бюст, а у нее грудь была пятого-шестого размера. Там была еще такая записка «В отличие от Венеры Милоска, у меня есть руки, я знаю, что ими делать». И появился флакон духов в модном доме с Скиапарелли. А Готье потом просто скопировал. Вот одни из самых сексуальных, таких провокационных флаконов в мире моды. Вот она своей откровенной сексуальностью она вносила такие модные нововведения. Так с чего мы начинали? Давайте, знаете, вспомнила про чокеры. Вот какая у них есть история, потому что сейчас, я так понимаю, они вернулись к нам в моду. Да, не периодически. Ну да. Ну, смотрите, если брать предысторию вообще с чокерами, то можно посмотреть в 18 век на ту же маркизу до Пампадур или вот знаменитые картины Фрагонара, Буше. мы увидим, что там вокруг шеи, например, ленточка вместе с бантиками. Это называется тур де горш, буквально вокруг шеи. Она тем самым скрывала морщинки. Если брать уже более близкое к нам время, то чокеры вводила в моду принцесса Уэльская, Александра, в 1880-е годы. У нее был шрам на шее и она, чтобы его скрыть, стала носить чокеры. Причем в начале 20 века, например, по тому, как у вас на шее провисает этот чокер или сидит идеально, можно было понять, что это индивидуальная работа, сделанная на заказ. То есть, идеально сидит. А если с провисанием, значит, зла у подруги. Говорила, да, о том, есть ли деньги у женщины. Да, это говорит, есть ли деньги или нет. Вот, кстати, показатель статусности женщины был, и то, что есть деньги, это были всегда перья страуса. Вот, у кого есть страсть к перьям страуса, просто знайте. Страус, страусиное перо считалось самым ценным. Это единственное перо, где опахало разъединяет стержень поровну. И слева, и справа одинаковое количество оперения. У всех остальных по-другому. То есть, у кого были деньги, тому, получается, страусы. Денег нет, голуби и сороки. Вот так вот. Просто нельзя было, например, показать, что там Шанель, Диор, Луи Витон, бренда Мани, она еще не выставлялась на показ. Вот так вот. Но получается, вот сегодня у нас как женщины показывают и сексуальность, и статусность с помощью брендов? В наше время, я считаю, что вот прям выставлять бренды на показ, это не очень, это время ушло просто. Вот был период, когда показывали обязательно трусы Кельвин Кляйн, что у тебя там ремень дочи Габана. Но сейчас это время... Везде написано, да? Да, везде написано, и ты, получается, ты как ходячая реклама бренда. Есть вещи очень хорошего качества, которые сами по себе дорогостоящие. И с одной стороны, вот вы знаете, все зависит от личности, от того, как девушка выглядит, может быть, какое воспитание. Вот вкус, это чувство врожденное. Его можно, конечно же, развить. и может быть, прям вот носят бренды, бренды, бренды те, кто хотят поднять свою самооценку, поднять свою какую-то статусность, может быть, показать, что закрыть, спрятаться за ним. Я слышала от девушек, они говорят, а я думала, чтобы найти классного мужчину статусного, нужно показать, что у тебя есть сумочка вот от такого-то бренда. Ой, ну, слушайте, это заблуждение. Вы знаете, есть женщины, у которых есть такая потрясающая энергия, и им не нужны никакие бренды. К ним тянутся, и мужчины летят как челки. Лен, вы любите носить обувь на обосу ногу? Ну, летом, когда очень жарко. Ну, конечно, я думаю, что и наши зрительницы тоже любят носить обувь на обосу ногу. Чувствую подвох. Когда, например, ну, наподобие сланцев. Вот откуда это пошло? Вы знаете, что до 30-х годов 20-го века считалось негигиеничным, например, носить обувь на обосу ногу? Нужны были обязательно чулки либо носочки. Но случилась очень интересная история. знаменитая редактор американского бога Дайана Вриланд, женщина с удивительной судьбой, очень харизматичная, можно сказать, предтеча Анны Винту. Дайана Вриланд. Так вот, она однажды поехала в Италию, в Неаполь, в археологический музей и зашла в секретную комнату. Вы знаете, туда не пускали женщин, но у нее был блат. Потому что при раскопках Помпеи находили очень много неприличных игрушек. Вы знаете, нам просто учителя в школе об этом не рассказывали, что в Помпеях было много публичных домов. И когда собирали все эти безделушки, то, что в секс-шопах сейчас, думали, куда это деть? И в археологический музей поместили в секретную комнату. Но женщин до 2000 года там такое, не представляете, но не пускали до 2000 года. И поэтому горничные, которые выходили на пенсию, они переодевались мужиками уже в преклонном возрасте, чтобы увидеть. У них не было интернета, но им хотелось посмотреть. Понимаете, тогда в 30-х. Они приходили в этот музей, падали в обморок и катались, их увозили потом на скорой. Так вот, Даяна Врилан туда приехала совершенно по блату посмотреть, что там находится. И когда она гуляла, она увидела такую сцену, как раб занимался в Помпеях сексом со своей хозяйкой, причем хозяйка была голой. А раб тоже был голый, но на нем были обычные исландцы. И она задалась вопросом, почему раб полностью не разделся, а получается у него между большими пальцами и остальными вот эта перемычка. Ее так заинтересовала эта обувь и возбудила, что она пошла потом к обувщику и заказала индивидуально эту обувь. Он задался вопросом, как вы можете ее заказывать, ведь как же вы ее будете носить на носки-то? А на носки ее невозможно носить, на чулки тоже невозможно, соответственно, на босу ногу. И она стала вводить тем самым, поскольку она в то время работала редактором отдела моды журнала Harper's Bazaar, она стала вводить эту в моду обувь вот так вот просто на босу ногу. Обалдеть, вот эта история. В 20 веке вот, пожалуйста, связь моды и сексуальности получается. Хорошо, Руслан, я прям, знаете, в таком приятном послевкусии после этой беседы чувствую, что еще бы три часа слушала вас и слушала. Прекомендуйте зрителям вот с чего начать, если они хотят транслировать свою сексуальность и женщинам, и мужчинам. Так, пару слов сказать. Дорогие зрители, в первую очередь с помощью одежды надо подчеркнуть ваше достоинство и скрыть ваши недостатки, чтобы никто не знал, что вчера вы съели два тирамису. И если вы знаете, что у вас шикарная грудь, то ее нужно обязательно красиво преподнести. Так, чтобы все мужчины обязательно свернули шею. Потрясающе. Руслан, спасибо огромное. Спасибо. И также мы Руслану задали пару горячих вопросов, ответы на которые вы, как всегда, найдете в нашем телеграм-канале RTVI по ссылке. И с вами были Руслан Мигранов и Елена Кирсанова. До новых встреч. Спасибо. Друзья, меня, конечно, поразило, сколько историй есть о каждой детали в одежде и как раньше там куртизанки подчеркивали свою сексуальность и это в обиход взяли все женщины. Это вообще удивительно. А история с диваном цвет платья, конечно, меня поразила. Это шок. И напишите, что для вас было самым интересным фактом и как сейчас с помощью одежды вы транслируете свою сексуальность. Руслан Мигранов Руслан Мигранов Руслан Мигранов П 니ц 1971 Руслан Мигранов